3 апреля бега на московском ипподроме вернулись на основную дорожку. Зрители увидели два квалификационных заезда для двухлетних лошадей. Лучше других пробежал чувашский жеребец Moonman RM. С каждым годом клички лошадей этого завода становятся все причудливее. В первом заезде ожидаемо выиграл «Профи Син» под управлением Александра Попова. Во втором заезде начались чудеса. Хаворитами считались пафос и интервал. Пафос тяжело сбоил и выбыл из борьбы за платные места еще до старта. Интервал, на котором впервые ехал Ярослав Лагвин, тоже принял не в первых рядах, но для него это нормально. У отметки первой четверти уверенно лидировал Onyx. Он пробежал четверть за 30,6 секунды. Затем пейс заметно снизился. И оставшиеся четверти участники прошли тише 34 секунд. На финишной прямой оказалось, что интервал вышел на старт совершенно не подготовленный к борьбе на своем уровне. В итоге он занял второе место. Его соперники тоже не отличались хорошим порядком. Заезд завершился победой неигранного Кимберлита под управлением Инесса Коломеец. Резвость 2 минуты 13,5. Грустное зрелище. Третий заезд прошел в интересной борьбе и завершился победой чести, на которой ехал Тимирбулат Тунгатаров. Денис Николин на классике, на мой взгляд, поздновато вступил в борьбу с лидером и в итоге проиграл голову. Крещатик вновь побеждает. После серии неудачных стартов он легко с места до места выиграл под управлением Алексея Гаськова. В пятом заезде собрали, пожалуй, слабейших лошадей старшего возраста. Исключением был только записанный под ноль Гранд Лок. Он и победил. Среди остальных участников лучшим оказался департамент. Неприятный осадок остался от шестого заезда. Хаворитом стартовал Висбург Лок, один из лидеров старки с рекордом 2 минуты 4,4 секунды. Его соперники были существенно слабее. Уже в начале дистанции Висбург сбился и отстал на полстолба. Отыграть такой гантикап для него в подобной кампании не проблема. Проблема заключалась в другом. Висбург Лок вообще не проявил никакого интереса к борьбе. Жеребец был, очевидно, не готов к заезду. Пожалуй, в такой ситуации лошадь надо снимать. Ну а победил Станислав Труфанов на Магнолии. Резвость 2 минуты 13,5. Победы Кимберлита и Магнолии стали сюрпризом для игроков. В нескольких тройных одинарах образовались котлы, но в игре 6 побед эти заезды не участвовали. Недавно в тренотделении Михаила Владимировича Козлова появился пермский канцлер. В седьмом заезде он одержал свою первую победу. Никаких проблем по дистанции у него не возникло. Победитель приза рангуута Эпус Лок под управлением Кристины Соколовой легко выиграл восьмой заезд. Соконюшенник Эпуса Лок, президент Лок без труда победил в девятом заезде. На президенте ехал Раэль Габрашидов. Девятилетний американец Свен под управлением Юрия Рибина был лучшим в десятом заезде. Отечественный дербист. Циклон Лок занял только второе место. Завершился беговой день еще одной победой Михаила Владимировича Козлова. Ровесник канцлера Московский Бургон выиграл за явным преимуществом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова